Спасибо. Прошу прощения, что в прошлый раз вебинар не состоялся. Ну, как говорится, нет худа без добра. Удалось выяснить резервы системы. Так, сегодня мы продолжим или начнем новый, как бы, небольшой цикл вебинаров, которые будут касаться именно того, что нас в ближайшее время ждет. Вот. Поэтому я сегодня не буду говорить о новостях. Я смотрю по чату, что многие из нас, значит, уже в чате знакомятся. Рекомендую всем подключаться. Кому самому лень в личном кабинете искать, искать по, значит, по интернету что-то. Есть интересная тема по Индии. Потому что происходит в экотехнопарке в Минске. Таким для меня ключевым событием последних вот таких дней, это как раз заливка бетона была. Вот. Она идет. Отрабатывается технология, сертифицируется этот процесс. И это уже очень важный момент. Поэтому, как Анатолий Дарвич там и говорит в своем, ну, как бы, вот, сопровождении этого текста, вернее, интервью с Кириченко, с Михаилом, что нет худа без добра, что это и хорошо, что с заливкой бетона не поспешили, чтобы никого не насмешить. А именно было подготовлено все основательно. И в условиях, в которых сейчас это делалось и делается, это совсем что-то другое, чем наспех это было бы сделано в конце осени или же зимой. Вот. И необходимости в этом такой жесткой тогда и не было, откровенно говоря. Поэтому процесс идет, это радует. Теперь перейдем к тому, что у нас сегодня, как бы, на повестке. Это капитализация IPO в Skyway. Сегодняшняя дата. Вот. И давайте посмотрим, что у нас, каковы наши перспективы, какие процессы в мире происходят. Могу сказать, что, скажем, команды, члены нашей команды, там, во главе с Бабуриным были в Индонезии, привезли оттуда колоссальный опыт переговоров и понимания этого рынка. Все неоднозначно. Все эти рынки инвестиционные, они очень-очень сложные. Есть просто, ну, как бы, нескончаемая потребность в новых транспортных системах, а с инвестиционными делами там не все так просто. В этих странах, Индия, Индонезия, там, многие европейские страны, инвестиционные процессы непростые, они осложнены, скажем так, грузом так называемого, ну, финансирования различных рисковых проектов, срывом этих проектов и так далее. Поэтому финансовые инспекции и государственные органы везде очень, как бы, гипертрофировано смотрят на различные инвестиционные процессы, которые в государстве происходят. Поэтому в конце сегодняшней встречи я кое-что еще об этом расскажу. Итак, давайте пойдем дальше. Я просто напомню, не вдаваясь в подробности, дорогие друзья, что для нас очень важно то, каким мы хотим увидеть процесс процветания в будущем, в ближайшем будущем, как мы сможем воспользоваться теми благами, которые в перспективе предполагает, и мы все для этого делаем, чтобы это все свершилось. Именно Skyway технология, наша капитализация того, куда вкладываются сейчас инвестиции, но чтобы этими благами воспользоваться, в первую очередь надо иметь физическое хорошее состояние, хорошее духовное, то есть здоровье. А это есть физическое состояние, духовное состояние, мышление и отношения, то есть действия. Одно дело сидеть просто философски раздумывать и как-то вот свою позицию проявлять. Это совсем другое, это активное состояние действия или реактивное состояние действия и материальное состояние. Они все между собой взаимосвязаны и тогда есть полное здоровье человека. Но это зависит от трех составляющих основных. Это три кита, на которых это все состоит. Это движение, питание и эмоции. Много есть проблем, но есть перспектива роста, и это значит есть наше процветание, стремление к тому, зачем мы сюда пришли, и подготовка для того, чтобы воспользоваться теми благами, во имя которых мы сейчас и как бы работаем. Поэтому мои осознанные действия во имя этого. Вот, задайте себе вопросом, и на этом я сейчас вот эту часть кончаю. Это не тема нашего сегодняшнего разговора. Некоторые вопросы, ответы на них. Значит, в прошлый раз мы начинали уже об этом говорить, и многие расстроились, когда, значит, звук и информация не проходили. Какая прибыль и откуда уже в 2017 году может быть? Значит, Сергей Сибиряков на одном из вебинаров прошлой недели говорил о том, и люди задавались вопросом, откуда прибыль? Вот Сергей Сибиряков сказал, что там будет прибыль уже в конце. Откуда? Друзья, самый простой источник прибыли – это когда откроется открытая продажа или открытая реализация возможностей. То есть откроется рынок акций внутренней, например. Я сомневаюсь, и даже я не сторонник того, чтобы спешить на открытую международную биржу, но внутренняя биржа вполне может открыться. Откуда прибыль будет? Прибыль будет оттуда. Она будет или реальная, или расчетная. Реальная прибыль. Если Иванов, который как бы инвестировал тысячу долларов, да, и получил возможность от этих акций, которые за счет вот этой инвестиции у него образовались, их реализовать, и получил обратно пять тысяч долларов. Он инвестировал в 2014 или 2015 году, получил в 2017 году, реализовав их, отдав на внутреннюю биржу или на внутреннюю реализацию, и получил на свой счет пять тысяч долларов. Прирост или прибыль, его чистая прибыль – четыре тысячи долларов. Четыреста процентов. Уже что-то есть. А такой вариант возможен. Мы такие расчеты с вами проводили. Так что это вполне реально. Но Иванов не очень дальновидный человек, если он это сделал. Потому что одно дело – это стоимость так называемой внутренней, внутри компании. Другое дело – это же самая возможная стоимость этих акций или так называемый прирост на инвестированный капитал после того, когда будет компания на международной бирже или выйдет через IPO на международный рынок. Это абсолютно разные вещи. И кроме того, еще впереди дивиденды, дорогие друзья. Поэтому надо все… Хотя жизнь есть жизнь. Может быть, Иванову просто приспичило, и он это сделал. Тем не менее, он получил. Такая прибыль возможна, и поэтому абсолютно обоснованно Сидоряков об этом говорил. На что может инвестор за 2017 год рассчитывать? На что? Как я уже сказал, на открытие внутреннего рынка. Рассчитывать можно? Вполне. Капитализация, рост имущества компании. За счет чего? Ну, дорогие друзья, мы же видим, что происходит. Это не прямое, как бы не прямо имущество компании, но тем не менее, эти компании, не будем сейчас сдаваться в механизм, но то, что экотехнопарк строится, это идет капитализация. То есть, имущество растет. По проекту, к моменту, когда проект будет, как бы, или экотехнопарк будет сдан в эксплуатацию, по всем расчетам должно быть инвестировано, вложено и себестоимость этого проекта оценивается от 160 до 240 миллионов долларов. Как, каковы расходы будут? Проектная стоимость 240 почти, да? Вот. Вопрос другой, а какова реальная стоимость на рынке к тому моменту? И поэтому, как раз это и есть то, что рост имущества компании происходит. Просто внутренне все инвестиции, которые уходят, все юнибусы, юнибайки, все транспортные структуры, они по балансу прикладываются и уже возрастает имущество. Только если оно в начале года было одно, на конец года оно будет другое. Это значит, имущество выросло. Во-вторых, у этого имущества еще есть так называемая рыночная стоимость. И как уже неоднократно и Анатолий Дарвич говорил, и мы с вами тут уже так, это поэтому проходились слегка, что сравнительная стоимость у всякого имущества есть. И это можно сравнить с другими парками или с другими даже не парками, парков аналогичных таких совсем нет. Но есть так называемые презентационно-испытательные полигоны. И если сравнить с ними, то уже, и если бы вдруг понадобилось или же, не дай бог, значит, или же наоборот мы бы захотели оценить, то мы сравнительно оценку можем так называемую сделать экспертную и записать, и записать, актировать это и записать в баланс, что было инвестировано 160 миллионов или так называемая себестоимость. Теперь это имущество, его так называемая экспертно-реализационная стоимость 1,2 млрд. Вот все, что между 160 миллионами и 1,2 млрд, это 1,040 млрд, это есть прирост имущества или капитализация компании. Мы там еще посмотрим об этом. На это можно рассчитывать спокойно уже к концу года, можно на это рассчитывать. Рост объема заказов. Заказы растут, уже не говоря о том, что уже в этом году есть Индия, миллиард почти, уже есть несколько там, значительно большая сумма в той же самой Арабских, Объединенных Арабских Эмиратах. Это еще не последние цифры в этом году, друзья. Это все еще 2017 год. И это все, значит, еще только в рассвете, то есть еще весна, даже не лето, друзья. Я уже не говорю о том, что впереди 1 июля, а впереди, самое впереди у нас 8 и 9 апреля. Это форум в Париже. Но это там обучение, это там обмен информацией, это повышение своих компетенций. Но реальные, материальные процессы, они все равно идут параллельно. И, естественно, большие результаты мы увидим в июле, 1 июля, значит, в Марьиной Горке. Далее. Прогнозируемый сценарий до конца 2017 года. Дальше я не буду прогнозировать, но что может произойти? Значит, я думаю так, что абсолютно реально начинается. Он начат, о нем много не говорят сейчас, потому что есть различные знаки, которые говорят, что надо быть поддержаннее со всем, что касается акций, там IPO, дивидендов и так далее. Но процесс подготовки, выбора того, кто будет проводить IPO, сейчас мы будем об этом говорить, они работают. И поэтому подготовка и решение задач выхода на IPO, это до конца года будет как бы уже решено и процесс пойдет. Я далек от того и не рекомендую, если бы у меня кто-то спросил совет, мое мнение такое, что спешить с IPO в этом году не имеет смысла, лучше выйти на следующий год на IPO и уже с такими серьезными цифрами. Сертификация городского транспорта абсолютно будет завершена во всех его фазах городского грузового транспорта и завершена будет сертификация транспортной структуры высокоскоростного транспорта. Я не знаю, я не специалист, не слушал последних высказываний, летом мы услышим, значит, 1 июля уже точно, если не раньше, это Анатолий Эдуардович от специалистов КБ, будет ли полностью и сам высокоскоростной транспорт уже в этом году во всем комплексе сертифицирован. Если будет, это только плюс, если чуть-чуть что-то перейдет, какие-то нюансы перейдут на следующий год, ну ничего страшного. Ведь вопрос в том, что очень важно иметь сертификат к тому моменту, когда будет сдаваться или где-то строительство, или постановка транспорта на трассу будет осуществляться в этом году. Такой необходимости не будет и навряд ли в этом году будет где-то готова такая трасса, кроме как в Мариной горке, куда можно поставить юнибус и сдать его в эксплуатацию. А это требует завершения транспортной сертификации самого юнибуса. Поэтому это можно и не спешить, и из одежек не выскакивать до конца этого года. Тем не менее, процесс идет. Значит, очень важно развитие динамики проекта в Индии. Три проекта в работе, и это факт. По всей вероятности, реально, что будут так называемые предварительные соглашения, сделанные еще по нескольким проектам в той же самой Индии. Та же самая Австралия. Работы продолжают. Она как бы отошла сейчас на более такой как бы боковой план. Но работы, тем не менее, ведутся. И ничего, то есть рынок готовится к открытию. Значит, что еще? Динамика в Объединенных Арабских Эмиратах. Работы идут. Я считаю очень важным еще и то, что как бы стабильно идут работы по предпроектной работы по надземке окружной, надземной трассе Московской надземки окружной. Это 242-246 километров. В рамках концепции именно решения технологий Скайбей. Это очень серьезное слово. И, как говорится, здесь перспективы очень мощные. Это все 2017 год, дорогие друзья. И я не знаю, значит, не удалось узнать, и скорее всего, это закрытая информация. Навряд ли он не ответил бы у Кирилла Бадулина. Но до конца этого года мы еще услышим об этом проекте немало. И напоследок я здесь хочу сказать, что по всей вероятности до конца 2017 года будут открыты 2-3 проекта, адресных проектов в Европе. Вот, как минимум, как минимум, друзья. Ну и, естественно, идет процесс и будет создана Ассоциация, Всемирная Ассоциация Инвесторов Акционеров Технологий Скайбейли. Просто Скайбейли. То есть это вот прогноз до конца года, дорогие друзья. Теперь дальше. Капитализация. Мы все говорим о капитализации в разных. И я тут проскакивал, значит, что такое капитализация. Вот, ну, как минимум считается. Вот один из вариантов или один из типов капитализации. Первый – это когда к уставному капиталу компании, да, за счет прироста через, прибавляется прибыль компании за 2017 год, да, и прирост имущества компании. Прирост имущества компании – это и есть капитализация. Что это значит в нашем случае? Уставной капитал или акционерный капитал – это то, что вложила Global Transport Investment, наша материнская компания, вложила в Евразии на RealSkavay Systems Folling, ту компанию, чьими акциями мы, как бы, с вами в своих портфелях владеем. Уставной капитал вложила 16 миллиардов долларов США. Капитализация – это плюс прибыль компании за 2018-2018 и пошли так дальше. Это прирост имущества компании плюс еще прирост преимущества компании. Прибыль есть, ну, например, за 2017 год будет рост прибыли 600 миллионов. Мы разбирали с вами этот пример. Это предполагает, что Global Transport Investment до конца года реализует 30 миллиардов договоров на 30 миллиардов долларов. Тогда вполне реально, что компания Евразии на RealSkavay Systems Folling получит прибыль 600 миллионов, то есть на одну акцию 1 цент долларовый, да, вот, и это есть уже капитализация. Но прирост имущества, то, что мы говорили с вами о приросте имущества, помните, да, только что я говорил, что строительство экотехнопарка, это прирост, это разница между прирост имущества, это есть разница, расчетная правда, разница между тем, что вложено и тем, как это оценивается. И это есть прирост имущества. Плюс прирост имущества является и покупка производства, производственных площадей у ее мобиля. Это тоже прирост имущества. То есть уставной капитал, он прирастает. У нас было только, когда мы начинали, был только так называемая интеллектуальная собственность, а теперь есть экотехнопарк со всем наполнением, что там есть. Есть новая проектная документация, ее еще можно и нужно оценивать балансово. Есть производственные площади, почти 3000 квадратных метров, есть много еще чего другого. Вот это и есть капитализация. То есть 600 миллионов плюс 1 миллиард долларов. Друзья, капитализация полностью идет. И это факт. Не вдаваясь в подробности, посмотрим. Второй тип или что еще? Это просто так называемая капитализация через акции. У нас количество акций 600 миллиардов штук. И предположим, что цена акций на бирже, сложившаяся на рубеже, она одной цена одной акции. Сколько она там сложится, такова и есть капитализация. Вот смотрите, как только вся цена, что выше 1 доллара, это есть капитализация. Вот пример. В нашем случае капитализации будет четко то, что у нас 60 миллиардов штук акций, сложившаяся цена на бирже 1 доллар 10 центов. 1 доллар 10 центов. То есть капитализация или капитализировалась с 60 на 66 миллиардов долларов. То есть стоимость с капитализацией уже вот этих акций 666 миллиардов долларов. Капитализация в данном случае будет 6 миллиардов долларов США. И это факт. Не реализуя, не продавая на рынке, на бирже, извиняюсь, своих акций, я знаю, что мой портфель акций в миллион долларов, условно говоря, стал миллион 600 тысяч долларов. Вот в этом случае, вот в этом случае он стал миллион 600 долларов. И это капитализация. Капитализация моего портфеля, если капитализация компании, акции компании прошла вот такой процесс. Это есть капитализация, чтобы вы понимали, что это такое. Теперь хотелось бы вам сказать основное об IPO. Я, значит, привел здесь вам и что это такое IPO. Это Initial Public Offering. Это, значит, так называемое первичное публичное предложение. Или же продажи или предложение, по-разному можно переводить. Сделано впервые публичное предложение инвесторам стать акционерами компании. Казалось бы, у компании уже есть акционеры? Нет. Выход на IPO – это привлечение новых дополнительных акционеров. Это, значит, выбор схемы. Такие основные индикации. Это выбор схемы IPO. Это все не так просто. Казалось бы, IPO. Пошли на IPO вперед. Значит, не совсем так. Выбор торговой площадки, то есть страны. Куда надо рваться? В какую сторону пойдем? В Англию, в Москву, в Ригу. Может быть, пойдем в Берлин. Я не знаю, куда. Надо думать. А может быть, вообще в Нью-Йорк или в Вашингтон на бирже. Значит, выбор андеррайтера. Ну, андеррайтер – это так называемая условно, как бы, компания, которая будет проводить все эти процессы. Или выбор проводящих консультантов, которые будут проводить этот процесс. И основные задачи. Главная цель – проведение успешно. Ну, это ясно. Основные задачи – выбор схемы IPO. Выбор схемы, видели, да? Анализ компании Skyway. И подготовка и осуществление всех юридических процедур. Привлечение инвесторов. Об этом мы еще поговорим. Определение цены предложения акций. Мы знаем, казалось бы, что проще. У нас по уставу одна акция, один доллар. Но вопрос в том, цену, тем не менее, надо выбирать, с чем выходить на биржу. Поэтому смотрим дальше. Фактически основное IPO – это вот что. Смотрите, Global Transport Investment, с одной стороны, оно имеет, извиняюсь, с одной стороны, Global Transport Investment имеет EuroAzine Rail Skyway Systems Holding 1, EuroAzine Rail Skyway Systems Holding 2, две компании. То есть, Юнистский корпорейшн сейчас вложила все акции в эти две компании. То есть, здесь сейчас все в обороте, все 60, то есть, все 30% привилегированных акций. Но половина от одной, от одной, как бы, половина от одной, или, скажем так, сейчас в работе все 30%. Акционеры владеют акциями, X акциями. Что такое IPO? Это акции, которые есть. IPO – это, значит, структуризация этих компаний и решение вопроса, а с чем, какие компании, что будет выходить на биржу. Выходит ли такая структура, где Global Transport Investment, EuroAzine Rail Skyway Systems Holding 1, другой, Юнистский корпорейшн. И тут как раз мы отвечаем с вами на вопрос о том, почему, значит, было разделено, извиняюсь, тут нет этой схемы больше, почему были разделены на две компании акции. То есть, половина была реализована сейчас под инвестиции, и сейчас реализуется под инвестиции вторая половина второй компании. Это для того, чтобы оставить за собой контроль в этих компаниях, да, вот, и чтобы осуществлять, осуществлять процесс подготовки к выходу на биржу. Одним словом, из этой группы компаний надо сложить, если надо будет, я не знаю, это скажут консультанты, аудерайтер, который будет там помогать, аудерайтер, который будет помогать компания, да, вот, с чем выйти, и как сгруппировать вот эти акции все, и как выйти, потому что с теми акциями не выйти сюда, которые уже нам как бы выданы. Со свободными акциями можно выйти только сюда. Но мы владеем этими акциями, и мы за счет того, что мы едем в этих компаниях, за счет того, что свободные акции выводятся на биржу, нам тоже должно быть хорошо, и мы от этого получим свои выгоды. Потому что сюда-то надо привлечь новых инвесторов, потенциальных инвесторов, которые станут акционерами, и плюс мы, акционеры, кто мы есть, мы тоже сюда выходим. И тогда, как только какой-то период с новыми, или с теми акциями, которые свободные, вышли сюда, они начинают реализовываться, и через период там 90 дней, 180 дней, есть разные правила, мы все вместе сможем реализовать свои акции. А это не значит, что тут начнется большие торги. Я думаю так, что мало кто тут будет пытаться быстро продать свои акции. Хотя кто его знает? Процессы могут по-разному пойти. Поэтому акции наши уже как бы реализованы акции, и вновь введенные акции, это есть, условно говоря, это не акции какие-то разные, это одни и те же акции, но их доля X и доля Y. Вот эти все акции будут на бирже. За счет того, что проводится привлечение новых инвесторов. Понятно, да? За счет открытия IPO, то есть так называемое первичное публичное предложение акции, открытое предложение акции. Вот это есть IPO, процесс IPO, его надо подготовить. И чтобы эти инвесторы были заинтересованы, от этого будет польза нам, акционерам, кто мы здесь вот находимся, да? От этого зависит подготовка именно процесса IPO. Так, здесь возникли вопросы. А 60, так, не 600 там написано, а 60. Нет, дорогие друзья, там написано все правильно. Значит, смотрите. Здесь написано 600 миллиардов, ой, извиняюсь, 60 миллиардов и 60 миллиардов. Если вы имели здесь место, да, то здесь написано 600 миллионов долларов. Это прибыль компании, например, за какой-то из этих годов. Или за два года, да. Это есть капитализация. И прирост имущества еще на миллиард. Это значит, на миллиард 600 миллионов капитализировался Уставной капитал компании или акционерный капитал прирост. Он остался акционерным таким, но так называемая стоимость этого, ее можно еще и прирастить, уставной капитал, то есть расширить за счет вот этих прибыли этого. Но мы-то заинтересованы в получении прибыли, поэтому нам не столь важно, чтобы этот капитал здесь развивался. Это будет распределено, но тем не менее это и есть процесс капитализации. Поэтому так она и есть. Там есть еще вопрос, значит, 1 миллион, 100 миллионов, Марина Часова, да, 1, не знаю, к чему это вы сказали, но это кому-то вы там, наверное, отвечаете, так, 60 миллионов евро СС и на получение. Итак, вот-вот, мы именно так и сказали, ошибочно 600 миллиардов. Вы просто ошиблись, 60 миллиардов. Ну, может быть, да. Окей, это ваши разговоры. Значит, смотрите, дальше пойдем. Здесь мы разобрались. Идем дальше, дорогие друзья. Что же нужно, чтобы выйти на рынок, да? Ну, первое, нужна ли регистрация, реструктуризация группы компаний, кто помогает? Не знаю, сегодня трудно сказать, нужна ли или нет, но факт то, что, ну, по правилам, по правилам привлекается инвестиционный банк, если он здесь понадобится в нашем случае. Есть варианты, когда он понадобится. Юридическая фирма, которая будет основательно, детально прорабатывать все шаги, потому что здесь нельзя ошибаться, выходя на эту международную биржу. Ведь можно выйти на IPO и погрязнуть по макушку, погрязнуть в, скажем, судебных процессах. Боже упаси. Поэтому это не так просто. Начнут обвинять во всех мирских грехах. И вместо того, чтобы произошел рост капитализации и так далее, начнется, наоборот, падение и развал всего этого дела. Поэтому, естественно, надо очень осторожно к этому относиться. Аудиторская фирма, пиар-агентство, то есть то, которое, как бы, пиарит все это дело. По-русски нет такого хорошего слова. Public relation. То есть, ну, да, публичное представление, в принципе. Консультанты или консультанты. Вот это все, вот эта вся группа, она, значит, будут помогать решать вот эту задачу. Это привлекаются компетентные люди. У нас своих компетенций недостаточно для этого. Это факт. Подготовка компании к публичному статусу. Вот это тоже. Тут масса различных движений и процедур. Due diligence – это эмитента, то есть, ну, скажем, группы компаний Skyway. Это всестороннее объективное представление компании, описание компании. Кто является руководителями, кто является конструктором, кто сейчас управляет компанией, как идут процессы, какова структура, есть ли какие-то претензии, как с налогами. Тысячи, тысячи моментов здесь описываются. Далее, подготовка аудиоценансовой отчетности. Каковы балансы, каковы, значит, активы, каковы пассивы компаний. Юридическая экспертиза бизнеса, что законный ли бизнес, нет ли здесь никаких-то, каких-то там незаконных действий, значит, скрытых, может быть, долгов или же кредиторских обязанностей. Все это должно быть очень четко показано, да. Оценка технологического и кадрового потенциала, что, ну, состоятельна ли компания, насколько технологический потенциал компании, оборудование, экотехнопарк соответствует требованиям, каков его потенциал, каков кадровый потенциал тех проектировщиков, которые занимаются разработкой, подготовкой. В нашем случае, значит, если мы будем говорить, что мы состоятельны, компания Global Transport Investment состоятельно проводить проектирование и быть генеральным подрядчиком в будущих проектах. Ведь если я акционер, который сидит вот здесь, вот среди инвесторов, будущий потенциальный акционер, ой, извиняюсь, вот здесь, вот здесь, пытаюсь сюда войти, что я буду смотреть? Я в первую очередь буду смотреть то, значит, здесь оценка технологического и кадрового потенциала, насколько Global Transport Investment и группа компаний, весь концерн, холдинг, способны строить те проекты, за которые они взялись. Может быть, нагородили там на 80 миллиардов договоров, извиняюсь, на 2018, на 2019 год, в 2018 году вышли на IPO, задекларировали, что у нас столько договоров, а построить у нас поджилки, танки, значит, технологические, например, кадрового потенциала нет, это все надо будет обосновать. Кто у нас субподрядчики? Способны ли мы привлечь здесь технологических субподрядчиков? Сами мы, значит, роботизируем ли этот процесс? Только за счет этого можем ускорить строительные процессы, там, не растягивать на 5 лет, а делать в один год, там, тысячи километров и так далее, и так далее. То есть масса таких вопросов, которые проливают свет и являются важными к подготовке компании к публичному статусу. То есть раскрывается, начинается это смотри на невесты, дорогие друзья. То есть у невесты, в кавычках, надо показать все ее прелести, причем показать так, чтобы не осквернить, извиняюсь, ее, да, и одновременно привлечь к ней интерес. Но надо очень много показать при этом. Маркетинговый анализ деятельности компании в том секторе экономики, где она действует. Это показывается, значит, кто есть конкуренты, насколько они конкуренты, в чем они конкуренты, в чем они не конкуренты и так далее, и так далее. И опять-таки основательное описание. Значит, экофестиваль, большой, так, коллеги, скажите, а первый или просто фестиваль и окончание стройки? Это фестиваль. Стройка будет продолжаться всегда. Все правильно, спасибо, действительно. Стройка будет всегда продолжаться. Но у стройки есть, скажем, разные фазы. И у стройки, или, скажем так, у введения, будет принято решение, будет объявлено, когда будет принят в эксплуатацию эко-технопарк. Есть так называемые фазы подготовки. И с какого-то момента эко-технопарк начнет функционировать как целостная система сертификации и подготовки технологий к сертификации. Да, да, это еще надо построить. Вот. Значит, дальше. Дальше, друзья. Информационное сопровождение. Значит, это подготовка информации. Это масса разных вещей. Вот. Это сейчас не суть столь важных взаимоотношений с инвесторами потенциальными. Ведь смотрите, здесь, здесь, да, здесь будет уже... Наши консультанты, наши консультанты, которые привлекаются, и андерайтер, так, извиняюсь, тут что-то... Значит, будут привлекать инвесторов. То есть, вот здесь, что это за линия? Мы с вами с этой стороны, а с этой стороны идет подготовка рынка и подготовка свободных акций к выводу на рынок. Нам от этого польза. Но нам важно, насколько здесь серьезные инвесторы собрались. Они есть или их нету? Они интересуются этим процессом или не интересуются? И поэтому это все надо подготовить. Это очень непростая работа. И это есть именно вот подготовка меморандума, паблик, то есть, так называемого компетентного публичного отчета, подготовка инвесторного меморандума. Два раза получилось. Так, персопы и так далее. То есть, это очень мощное сопровождение. Их надо постоянно строить взаимоотношения с этими инвесторами. Теперь посмотрим, что у нас есть и в чем надо еще дорасти. Смотрите. Значит, что у нас есть? Есть необходимость вот в этих всех сферах произвести определенные изменения. Надо выяснить. Сегодня это еще до конца не ясно. Насколько толковая юридическая структура у нас? Мы выше говорили об этом. Показатели бухгалтерской и финансовой отчетности. Да, у нас есть аудиты. Появится аудит в конце месяца, аудит ЗАО Струнной Технологии, аудит, но там ничего, скажем, нового мы не увидим в аудите и в Разин Рейлс Кавейс Систем Схолдинга. Там естественный процесс, и там нет расходной, практически нет расходной части. Вот, какой-то, ну, аудит будет. Корпоративное поведение, корпоративное поведение и кодекс. Насколько это важно? Это для инвесторов очень важно. Как компании, как весь корпорация Skyway функционирует, как они взаимодействуют. Создание представления компаний. Мы уже говорили об этом. Это очень непростая большая работа. Да, мы делаем, много делаем, но еще надо здесь очень правильно выстроить концепцию. Эффективное производство. Здесь много чего еще надо сделать, потому что сейчас в процессе, как бы, рационализации, я могу сегодня сказать, что есть процессы, которые могли бы быть более эффективно проводиться. Но, говоря о уже поточном производстве, оно должно быть тоже эффективно. И вот здесь есть много чего еще сделать. Перспектива бизнеса должна быть очень четко зафиксирована. Это следует еще правильно. У нас есть перспектива, у нас есть бизнес-план на 15 этапов. Но, извините, в этом году 15 этап кончается. Но, в крайнем случае, в начале следующего года, по времени, помните, да, это один из наших, так называемых, учитываемых рисков, что по времени будет там два месяца раньше, три месяца позже, полгода позже. Поэтому ничего страшного здесь нет. Вот. Да, да, правильно, Евгений. На случай форс-мажора в Беларуси, да никакого форс-мажора не будет, друзья. Что там за форс-мажор может быть? Начнут в этом и закончат в 18-м. Ничего страшного. Абсолютно правильно. Дело в том, что в этом году трассу закончат, и точно закончат. Трассу закончат, как я уже сказал, это называется транспортную структуру, сделают. Другой вопрос, насколько начнут, я думаю, что начнут даже уже и сертификацию прогона, но она займет где-то месяца, ну, не один месяц. Не буду прогнозировать, это не моя стезя, что я тут буду вам мозги запаривать. Значит, это потребует еще времени чуть-чуть. Не сертификация, это она в разных странах разная, а требования разные, и поэтому присматриваются. Если, например, будет начать проект, допустим, ну, я не знаю, там, той же самой Эстонии, в которой я нахожусь, да, это ближе всего мне к телу. И что тогда делают наши чиновники? Есть закон строительный, закон Эстонии, общий закон есть. В нем прописаны условия, так называемой, стандартности и сертифицированности различных процессов. Вот, и допусков, и качества, к чему должны соответствовать те или иные процедуры, вот, в зависимости от их важности, от безопасности и так далее. Вот, и тогда говорят, что в Эстонии маленькая страна, у нее нет своих законов, она руководствуется нормативными актами и, скажем так, нормативными актами Германии. И это в большинстве стран Европы и Союза так обозначено. Вот, и поэтому сертификации не надо делать в странах, надо только, значит, утвердить и получить разрешение на строительство. А это значит признать чертежи, признать те нормы, которые заложены в чертежах. Вот и все, это не сертификация. Сертификация, она производится в Белоруссии, в Мариной горке. Может быть, да, может быть решение, что при строительстве трассы что-то надо будет отдельно сертифицировать в конкретных здесь местных условиях. Но это уже другая история, это значит, что разрешат строительство, строительство будет происходить и будет произведено местный прогон, фиксация различных параметров и, значит, окончательный акт о приемке транспортного средства или транспортной структуры вместе с транспортными средствами в эксплуатацию. Все, а не сертификация. Так, Федор, что вы, а, тут Барышев, Олег. А вот интересно, путевая структура НЕСКО будет убийцей существующих очень прибыльных международных бизнесов, нефтеперерабатывающих, перерабатывающих автомобилестроения, строительства, дорог. Ну вы тут наворочили, большое, перевозки и транспорт, что они так просто сдадут позиции, не будут ставить палки в колеса, в том числе и после IPO. На всем она давает мощную структуру службы. Но, как вариант, мы скоро будем с вами говорить о доме инвесторов Скайвей. Мы говорили о доме Скайвей, будем там, это как мысль, кстати. В том, что вы говорите, Олег, есть определенный смысл, но не так печально, как вы его здесь изложили. Нет, вы же понимаете, что ведь это равносильно тому, что в 50-е годы, 60-е, 19-го века скопились бы все бужевые перевозчики, да, и начали бы ставить палки в колеса железнодорожного транспорта, который тогда развивался. Они же увидели, что железнодорожный транспорт, он даст пользу этому. Поэтому надо смотреть, надо спозиционироваться. Есть нюансы, но вы же понимаете, что уже как бы не только от транспорта Скайвей зависит то, что углеводородный или нефтяной бензиновый транспорт, дизельный транспорт себя изжил. Все. От этого как бы не хотели магнаты, значит, надо перестраивать эту промышленность на химическую промышленность, на что-то другое, а не на производство бензина, не на производство там нефти и так далее. В ближайшее время процессы должны измениться. Иначе мы через два поколения перестанем существовать. Вот и все. Это наш общий выбор. И тут ты хоть упирайся, хоть не упирайся, процесс должен идти дальше. Как сказал Юницкий, мы строим не просто дорогу, мы создаем новую, еще никем не опробованную. Правильно, абсолютно правильно. Она базируется на опыте прошлого, на мощном опыте введения. Там есть свои правила, скажем так, развития процессов. Но тем не менее, все остальное новое. Все правильно. Значит, что тут еще у нас есть? А вот с прибыли точно будут дивиденды. Конечно, конечно, дивиденды только от прибыли. А нет, от того, что Маслов там или Юницкий посидел, посчитал, сказал, ребята, у нас есть прибыль. Что у нас там переросло имущество на миллиард, на миллиард, так, этих на парке. И у нас есть, да, расчетная прибыль есть. А если вдруг завтра акционеры, мы все соберемся и скажем, ну давайте теперь, ребята, распределим эту прибыль. Откуда мы возьмем деньги? Неоткуда взять. В банк мы не пойдем занимать. Но тем не менее, мы стали богаче, понимаете? Поэтому здесь вопрос распределения прибыли, ее надо живые деньги получать. А это только строительные проекты, друзья. Или что-то продать. Другого нету пока. Клуб заинтересуется Скайвеем. Это будет плохо или хорошо для нас? Бильдербергский клуб. Вы что думаете, что он нами не интересуется уже? Значит-то. Я думаю так, что нам от этого не холодно, не жарко пока. Ну, заинтересовался. Какой следующий шаг? Потопить нас. Ну, пускай попробуют. Теперь взять и выкупить. Да, тоже вариант. Но вопрос-то в том, что выкупить-то можно не просто, а если уже существуют определенные инвестиции. Это предмет переговоров. Понимаете, да? Поэтому, скажем так, ведь предположим, пришли к Анатолию Эдуардовичу и Ницкому и сказали, слушай, Ницкий, давай вот сколько надо тебе там на развитие, там 5 миллиардов, да? Давай 5 миллиардов и это самое мы сюда кладем и строй свое, значит, спейсвей, то есть космическую дорогу. И забудь про Скайвей. Это же не просто так. Не состоится этот проект, если правильно не будет реализовано, значит, вот все то, что сделано Скайвеем по сегодняшний день. Поэтому придет просто из бильдербергского клуба придет или придут инвесторы и скажут, что вот давайте мы вкладываемся так-то. И тогда начнутся переговоры, что, где и как. Ничего страшного. Это только... Здесь может быть очень положительный момент. Определяя структуры транспорта, мы просто создаем новый мир. Да, да, в принципе, обообщее можно так сказать. Структура общества определяет структуру. Ведь, вы же понимаете, мы на прошлых вебинарах с вами рассматривали, что новый транспорт, новая технология, шестой технологический уклад, они предполагают, не предполагают. Они могут только развиваться и давать положительный сценарий только тогда, если мы начнем свое мышление, свое понимание, свое отношение менять. Все. В противном случае, это опять-таки мы премся в тупик на полных парах, друзья. И это не зависит. К этому нельзя так подходить, что вот я, например, масса, сел в кресло, поплевываю, медитирую, смотрю потолок, смотрю, как процесс идет. И сам никак не участвую. Через каждого из нас, друзья, это происходит. Это все происходит только вот лишь через эту схему. То, о чем... Почему я вначале... Только через это, дорогие друзья. Вот. Через это. Участвую я активно, занимаюсь ли я или нет. Это не только то, что я хочу благами воспользоваться в будущем, а я еще и создаю базу через... Начинаю с себя. Весь мир состоит из таких, как мы. Один к другому. Все вместе. Все в кластере. Все в грозди. Только так. Другого нет, друзья. И скорее всего, это мощный катализатор, мощный индикатор именно единения, развития всего этого дела. Да, да, да. Мне нравится ваш настрой, друзья. Это очень хорошо. Это дает мне еще энергии. Идем дальше. Значит, схема достаточно сложная, но, тем не менее, стоимость бизнеса. От чего она зависит? Здесь есть структура. Стоимость, собственно, капитала или так называемого капитала компании. Какова стоимость? Одно дело то, что в балансе, другое дело реальное стоимость. Динамика денежных потоков. Это и динамика денежных потоков зао-струнной технологии, global transport investment. Но денежные потоки в Евразии, на Рейс Кавейс Систем, с холдингом, они только в ценных бумагах, ничего другого нет. Темпы роста. Каковы темпы роста? Об этом мы уже говорили. Понятие эффективность, понятная эффективная стратегия. Очень эффективная стратегия. Далее, это все 15 этапов. Ну, что там еще? Бизнес-план. Кто не смотрел, посмотрите, в документах все есть. Эффективность управления активами. Ну, да, да, это надо посмотреть баланс. Тогда можно поговорить, как эффективно ли управляем балансами. Вот. Я скажу так, что уже только то, что заложены, все процессы, и они реализуются, что проектная стоимость экотехнопарка, условно говоря, это 240 миллионов, да, а выход на себестоимость будет значительно ниже, процентов на 30-40, да, это уже очень эффективно управление активами. При малых ресурсах такие хорошие сдвиги. Прозрачность структуры капитала, да, это надо обеспечить. Достаточно прозрачно, ничего тут сказать нельзя, но это тоже, что дает и влияет на стоимость бизнеса тем инвесторам, которые там раньше в схеме были нами показаны. На бирже. Это все по отношению к бирже сейчас идет. Риски отраслевые, экономические, страновые, страновые. То есть, в какой стране, как в отрасли транспортной, какие экономические риски, там, падение доллара, там, переводы какие-то или еще что-то. В каких-то странах какие-то ограничения. Значит, в той стране, где биржа открыта, вот, или на какую биржу идем, тут масса разных рисков. Об этом мы еще с вами услышим, еще наговоримся. Стоимость заемного капитала. Слава богу, у нас заемного капитала пока нет. У нас, скажем так, заемным капиталом является все то, все те инвестиции, в которых инвестор внес деньги, но, как бы, он не реализовал право приобретения залога, то есть, акции в свою пользу. Такие есть, но их очень мало, меньше одного процента, да. Они там, потому что это право есть у них, они через год, в течение полугода могут это сделать. Они просто сейчас пока владеют залогом. Поэтому, вот, это все те факторы, которые, как бы, влияют на стоимость бизнеса, дорогие друзья. Вот мы уже подходим быстро к концу. Ну, сейчас это право есть факторы, которые говорят на стоимость компании. Это не будем сейчас здесь зазерняться. И теперь я еще раз покажу вам, что такое инвестиционный продукт или во что мы инвестируем. Мы не инвестируем в акции. Мы инвестируем, то есть, что у нас есть? Есть, была и есть технология. Технология мертва без ее запуска. Для этого придумали создание экотехнопарка, где будет технология презентоваться. Но презентоваться не просто так, что вот есть такая технология, а действующие модели, действующие реальные образцы, промышленные образцы, сертификация этой технологии, получение, создание документации на использование этой технологии. Но экотехнопарк просто так не построишь. Для этого были взяты акции, залог, через это осуществляется процесс инвестиций. И это все вместе есть продукт. Но это сегодня. Это до момента выхода на биржу. После того, как акции будут завершены, будут завершены использования, скажем, акций головной компании или, скажем, не головной, а головной технологии, то у нас у всех останутся акции, останется экотехнопарк и работающая технология. Теперь технология начнет работать на проекты, она уже начинает и работает на это, да, на адресные проекты. Та же самая Австралия, та же самая Индия, тот же самый Москва, тот же самый Объединенные Арабские Эмираты. Здесь у каждого проекта будут возникать свои акции. Акции А, акции Б, акции С. И вот эти акции начнет инвестиционным продуктом, когда начинают становиться вот эти акции. И тогда, когда мы их будем реализовывать или же приобретать на бирже, это будет как бы уже инвестиционный продукт. Но с другой стороны, эти же акции еще инвестиционный продукт для участия, видите, для участия в проектах, других адресных проектах. Для того, чтобы создать акции А, создать акции Б, создать акции С, уже в управляющих компаниях этими проектами. Вы спросите и скажете, ну, Макс, что нам сейчас тут мозги запудриваете в Индии, нас пустят туда, не пустят. Значит, в арабских объединенных мерах не пустят. Ну, извините, но будет масса, допустим, в той же самой Челябинске, в той же самой Москве. Там надо будет инвестировать, там нужны будут ресурсы, там мы будем участвовать. Значит, есть инвестиционный продукт, абсолютно существует, дорогие друзья. Значит, что там у нас еще есть? Переговор с каждым инвестором только так, а нас там много, да, когда будет закрываться. А корня, когда будет, когда будет закрываться? Вы знаете, Айгуль, ну что такое закрываться? Это же не так, что вот сидел Юницкий и сказал, слушайте, давайте теперь закроем корняную компанию. Для этого должен быть целый ряд факторов, свершившихся, что больше не нужно. То есть реализовано, реализованы все 60 миллиардов акций, инвестиционные, как бы залог инвестиционный. Построена компания, все не имеет смысла больше акции, значит, очень дорогие. Это очень дорогие акции для компаний и для нас, для тех, кто становится инвесторами. Это, условно говоря, очень дешевые, дешевый товар. Поэтому здесь от многих вещей это зависит, да, определяется структура транспорта, знаковой системы. Вот, теперь завершение, значит, смотрите, это не надо. Так, и теперь я хочу вас предупредить. Во многих странах сегодня приходится уже говорить о том, нельзя открыто говорить не об инвестициях, не об маркетинг MLM, Multi-Level Marketing, многоуровневой маркетинг. MLM, как таковой в нашем случае, сетевой маркетинг. А здесь мы не говорим об инвестициях в этих странах, там, а говорим о поддержке сковей. Мы говорим о крупном венчеровом стартапе, а не об MLM. Мы не имеем право говорить об акциях, дивидендах, бонусах, партнерской программе и так далее. Мы это только говорим из уст в уста. Из моих уст я говорю, ваши уста, вы меня слышите, да? И это же, этого надо придерживаться во всех других местах. Потому что сейчас обострилось, во многих странах обострилось отношение, и это к тому, вот к тем вопросам, о которых здесь Бельдерберийского клуба значит. Финансовые инспекции начали чесаться. Вроде с одной стороны, казалось бы, денег не востребованных, не воспользованных, очень много в банках. Но банки-то они же работают по старой концепции, и поэтому они стараются защитить себя, защитить от ток средств. Хотя хочется и колется, понимаете? И поэтому подзуживают финансовые инспекции. Финансовые инспекции бомбят через открытые масс-медиа-каналы, что да, на рынке появились еще какие-то инвесторы, что-то куда-то инвестируют, какой-то сомнительный транспорт и так далее. Будьте внимательны, товарищи! А в некоторых странах прямо откровенно наезжают, хотя, в принципе, это является как бы попиранием конституционных прав граждан. Я гражданин, ты гражданин или я гражданин, и компания имеют право договариваться. Меня устраивает то, как компания, что дает залог. Я свои небольшие инвестиции вкладываю в компанию, вкладываю в крупный венчурный стартап. Видите, даже я исправился здесь. И поэтому мы можем работать. Поскольку обострилась среда, будьте внимательны, дорогие друзья. Враг не дремлет. Следят и как следят, дорогие друзья. Боже упаси, больше 6 тысяч, вот в наших эстонских условиях, если я хочу кому-то перевести более 6 тысяч евро, мне надо, в общем-то, чуть ли не эту самую лесгинку, или там эту самую сделать с выходом там в банки. Очень четко. Это американские, это все американские выходки. Вот. Требования там, они прикрываются, чем-то не знаю, но очень сильно надо обосновать, почему я перевожу более 6 тысяч евро кому-то куда-то, да. Поэтому будьте внимательны, дорогие друзья. И на завершение. Очень быстро только покажу вам так называемый свод элементы. Сильные стороны. Это все старое. Слабости. Появились инвесторы, подключаются к рынку с 181 дня. Это случай IPO. Это слабость этого бизнеса, но нас это не сильно волнует, поэтому мы не спешим продавать акции. Просто это как, ну, факт. Но к слабости можно это отнести. Планетарная потребность Skyway. Это возможность мощная. Она не была учтена раньше. Это возможность и это просто потребность. И поэтому желает Бильдельберийский клуб или Бильдельбергский клуб, значит, или не желает. Планета требует. Ей нужен транспорт. И вот сегодня только что беседовал с бизнесменами из города Тарту. И они говорят, что вот, ну, ума на большее сейчас не хватает. Планируют проведение в небольшом студенческом и научном городке в центре Эстонии трамвайной линии с жилого района в центр города. Вот. Очень дорогой проект. У города нет денег и так далее, и так далее. Как только услышали, сказали, ну, так давайте начнем про Skyway говорить. Потребность есть. Skyway можно осилить, но это требует сертификации, чтобы он был сертифицирован. Опасности. Новые опасности. Это запа... Значит, это... Что тут такое? Господи, куда она делась? Значит, тут у нас... Заторможенность реглобализации. Это опасность. То есть мир глобален. Об этом мы говорили. А, значит, реглобализация. То есть переход на новые взаимоотношения. Переход от глобальных процессов к локальным. И единение кластерное. То есть не на принуждении, а на рациональном взаимодействии. Это есть процесс реглобализации. Это очень непростой процесс. И от этого зависит наше благо в будущем. Отставание мышения от процесса. То, о чем мы тоже с вами говорили. И здесь есть... И здесь, и здесь есть нам, что вложить. Поэтому эти опасности можно перекрывать нашими возможностями, нашими стильными сторонами. Минимизируя слабости. Итак, есть ли, друзья, вопросы? Мы пришли с вами к финишу сегодняшней встречи. Жду ваших вопросов. Так, пока не видно. Значит, спасибо, друзья. Спасибо всем, кто отзывается. Любое государство не заинтересовано в оттоке капитала за границу. Конечно, не заинтересовано. И всеми правдами и неправдами будет было... Но вот вы понимаете, что такое отток капитала? 25 долларов, 2,5 тысячи долларов. Разве это отток? Но если государство не создает ничего для того, чтобы этот капитал не оттокал из этого государства, приводим тот же самый пример с Литвой. Но умные люди сейчас чесут тыкву и говорят, ну, ешкин, матрешкин, в шауляе. Ведь капитал весь, который сейчас идет в Марину горку, он бы шел в шауляе. Вы же понимаете. И о каком мы оттоке говорим? Поэтому надо государством самим быть заинтересован, а не заинтересованы в строительстве. И в особенности Скайвея, понимаете? Потому что это рациональное вложение. Да, конечно, построить, значит, Балтик, Рейл Балтик или же построить Скайвей тот же самый. По себестоимости это в разы разные вещи. Рейл Балтик это там, ну, в 10 раз минимум, если не в 20 раз, если еще не дороже, чем Скайвей. Да, цифры будут другие. Но какова реальная польза? Никто же не оценивает экологические последствия Рейл Балтика и то, насколько благостно будет это для природы, для экологии Скайвей. Понимаете? Это разные вещи. Это абсолютно полярные вещи. Поэтому здесь вот, тут очень много сколыхнули вы во мне мысли, Канат, по поводу, значит, вот того, что выгодно или не выгодно. Отставание мышления от процесса. Что это значит? Поясните, пожалуйста, Прокофь и Геннадий. Значит, отставание мышления от процесса. Вы понимаете, мы не осознаем еще того, как реальные процессы. Мы даже, во-первых, мы не для себя не фиксируем эти процессы, которые происходят. Мы об этом можем еще поговорить и будем говорить. Так? С одной стороны. А с другой стороны, когда мы еще и видим эти процессы, то наше мышление остается. Приведу конкретный пример. Ведь, понимаете, в новой транспорте, или скажем так, мы мыслим категориями и мыслим проблемами. А фактически надо мыслить образами, уже как бы осуществившимися, ну, благополучными образами. Не рыться в проблемах, а быть проактивными, значит, быть положительными, познавательными и так далее. Поэтому это и есть процесс мышления. То есть процессы требует одного, а мышление еще не успевает. Вот что в этом. Это более глубокая мысль, но в этом есть, значит, вот, кратко можно сказать так. Но со всего кармана платить не хотят. Да. Владимир, объясните, как закончилась рассрочка, кабинет верифицирован. Так, 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 так. Объясните, пожалуйста, закончилась рассрочка, верифицирован. Предлагается подписать или отложить. Надо подписать и акции... Да, да, правильно, предлагается. И там же есть посередине, значит, посмотреть. Предлагается подписать или отложить. Вот если вы откладываете, вы становитесь кредитором. Если вы подписываетесь, вы становитесь... Вы берете свое владение, тот залог, который, как бы, вот, существует на вашу инвестицию и становится человек акционером, когда он подписывает. Здесь этот выбор. И это является тоже нашим козырем в разговоре с финансовой инспекцией. У человека есть выбор. Его не гонят, как барана, я извиняюсь, у одни ворота, да. Вот это всегда должен быть такой аргумент. И вот это является аргументом к этому... к такому разговору. Да, надо подписать. Вы правильно понимаете, Тамара. Так, есть еще вопросы, друзья? Если нету, настал момент перед моей отправкой в Париж. Поблагодарить вас за внимание, друзья. И до скорых встреч. Важная, интересная встреча будет и следите за событиями в Париже. Вот. Да и вообще следите за событиями. Развивайтесь. Будьте счастливы, благополучны. Как только так мы будем все вместе процветать, дорогие друзья. Стройская весть, спасай планету. Всех благ.